приветствую ребята сегодня мы будем говорить да снова злодея соус парка на этот раз вы не поверите про микки мауса да микки маус один из злодеев соус парка и если его полностью звать то его полное имя майкл теодор маус да это звездец и да в отличие от нас у микки мауса он намного он у него у него шорты и рубашка с известным галстуком бабочкой ну и ботинки нормальные а также у него есть недостаток в характере но об этом мы мы сейчас поговорим майкл тэд майкл теодор микки маус глав наблюдающий наблюдающий злодеев в южном парк южном парке он основан на иконе компании уолта диснея и одном из самых узнаваемых анимационных персонажей в мире в отличие от своего оригинального оригинального двойника который является талисманом дисней дисней а также главным героем собственный собственной медиафраншизы он является влад майкл является владельцем дисней и постоянно желает желает получать ибо больше прибыли например через джонас через джонас брозерс и china например через братьев джонас и китай хотя с виду он от антропоморфный мышонок на самом деле он он высшее существо из волгалы из волгалы что позволяет предположить что он возможно какой-то норвежский бог и да вот вот но из вот но из фраз которых он объяснил свои мотивы он сказал следующее ты думаешь бог здесь все контролирует я все контролирую я контролирую с 50-х годов если ты не заметил ну извините я не умею пародировать голос микки мауса так что извините за озвучку его озвучивает со авторы сериала трей паркер который кстати да озвучивал в нашем предыдущем видосе по южному парку митча коннора эрика карт и эрика картона но также были известны но также тут известные роли рэнди марша скотта теннермана на котором мы скоро поговорим барака обамы клайда донована харрисона етса главного констебля генерала генерала бардака и мистера гаррисона и это в южном парке блять но к тому же он еще озвучил двух персонажей вне своего сериала а именно кимчин кимчин ира кимчин ира в команде америки мировая полиция и бальтазара брейка в гадком я 3 ладно поговорим о биографии микки малса хотя хотя в эпизоде странного воображения он изображен хорошим персонажем в эпизоде кольцо он переходит на другую сторону в этом эпизоде микки отведена более более заметная роль где он рассматривается как владелец дис дисней компани и босс и босс братьев джонас микки изображается злым жадным до денег скверно сквернословящим корпоративным магнатом который словесно и физически оскорбляет своих сотрудников включая других персонажей дисней март дисней марвел и звездных войн например когда джо джонас заявляет что на его братья кевин и ник уйдут микки бьет джо по яйцам и начинает бить его по лицу а затем заставляет встать следует отметить что микки произносит свое фирменное со смехом в конце большинства своих со смехом в конце в конце большинства большинства своих предложений что в контексте звучит как нервный тик он по правде говоря породина самого себя вместо того чтобы быть добродушным он мстительный и жестокий тем не менее как и многие тем не менее как и многие злодеи из южного парка например тот же митч коннор который который в игре в игре в игре 2017 года расколотый на целый так вообще хотел потопить весь южный парк в возле преступности а лесли а лесли а лесли мэйерс а который тоже чуть попозже так вообще собиралась захватить мир благодаря благодаря рекламщикам короче эти три особы просто жестокие и просто не терпит ничего такого что могло бы им помешать ну ладно что то мы отошли от темы тем не менее как и многие злодеи из из соус парка он сохраняет своеобразное извращенное очарование благодаря своему черному юмору версия микки мауса из соус парка появилась в эпизоде кольцо в котором рассматривалась критика компании дисней а также споры о сексуальности в таких группах как джонас брос и не на и ненадолго появился в эпизодах 200 и 201 в качестве одной в качестве одной знаменитостей которых том круз завербовал в свой свой легион судьбы чтобы попасть чтобы попасть в суд на город микки маус микки маус стоит за высшей за за высшей степени аморальным заговором направленным на то чтобы заставить брать чтобы заставить братьев джонас продвигать коль кольца чистоты в попытке на самом деле продать молодым девушкам при этом делая вид что это невинно и не по и отличие от настоящего микки мауса он также в высшей степени садистичен и сквернословен и сквернословен доходя до того что жестоко избивает братьев джонас если они бросают ему вызов микки маус вступает в конфронтацию с соус парк бойз после того как его заговорщики начинают угрожать их другу кенни и он считает что они были шпионами из dreamworks которые накачали их транквилизаторами и взяли в плен и да забавный факт бывший и да если вы не знали основатель димворкса джо канцерберг был раньше работником десен олд дисней компани вот дисней студиос да он был раньше он еще до того как основатель dreamworks работал работал на работал на работал на десней студиос но затем его уволили и он пообещал сделать компанию которая их высмеет так и получился dreamworks но вместе с ним мы получили шедевр в виде шерека да ладно микки маус продолжая продолжает сходить с ума пытаясь угрожать стену картману и кайлу бензопилой прося их начать говорить о том почему они противостоят ему и оскорбляя фанатов джонс брос и крис и christians во время той во время этой тирады кайлу да кайлу удается включить микрофон в то время как картман в одной из своих немногих хороших манеров в одной из своих немногих хороших номеров поднимает занавес показываете раду микки всей аудитории за когда зрители освистают микки талисман превращается в демонического в демонического разрушителя вырастая до гигантских размеров почти принимая вид парадного воздушного шара и впадая вниз неизвестно что происходит что происходит после этого и кстати да у него способность в этой форме имеется сжечь огнем из своего рта все что собакой не приколочь это и я в прямом смысле блять он сжигает все своим ртом и за он сжигает все с помощью огня из своего из своего рта все что угодно сук микки возвращается в колорадо когда покупает права на звездные воины и китайцы пытаются получить их получить их у президента обамы когда эрик картман не крадет недостающие билетен билетен и чтобы получить роль в фильмах микки снова появляется в эпизоде группа в китае где услышав что рэнди марш критикует китайское править китайское правительство за то что зато как оно обращается со своими заключенными он гневно противостоит противостоит маршу из-за того что это стоило ему китайского бизнеса однако рэнди твердо придерживается своей веры своей веры в то что бизнес не должен вестись на основе запугивания и представляет маусу свою идею импорт импорта марихуаны если что марихуана это такая такая на отравка да блять это на отравка и я не шучу после чего они заключают сделку когда их долг когда их доводы когда их доводы в пользу китайской когда их доводов в пользу китайского правительства оказываются бесполезно бесплотными ну или бесполезно рэнди заманивает винни пуха которому микки приписал это дело за 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 то и за того что там что там запретили ми что там запретили пуха в уединенное место и душит его и душит его до смерти пока пятачок в ужасе наблюдает за происходящим позволяя тегриде вид стать легальным видом в китае ну а теперь поговорим о личности майкла теодора мауса или же микки мауса личность микки в соус парке кардинально отличается от его появления в ротных 10 в ротных диснеевских материалах в оригинале микки маус показан дружелюбным чутким и жизнерадостным аналогичный персонаж в соус парке является почти полный противополно полной противоположностью этому микки злобный жадный до денег сквернословный и эгоистичный корпоративный магнат который который вербально и физически оскорбляет своих сотрудников ну морально он также угрожаю угрожающий безжалостный беспощадный агрессивный таинственный жадный интригующий наводящий ужас наводящий ужас наводящий ужас садист кровожадный зловещий жестокий вероломный и манипулирующий например когда джо джонас заявляет что он и его братья уйдут микки бьет джо кулаком микки бьет джо кулаком по яйцам и начинает бить его по лицу затем заставляет встать следует отметить что микки признать своими свой фирменный смех в конце большинства своих предложений ну вы это уже видели ну тут вы уже видели поэтому дэм в конце большинства своих предложений что в контексте звучит как нервный тик кроме того микки кажется безумным он угрожает убить стена кайла и картмана бензопилой чтобы помешать им испортить его концерт в отличие от популярности дональда дака микки мауса при принято называть колорадским диснеевским злодеем потому что именно в колорадо расположен потому что именно в колорадо расположен соус парк цитаты я его конечно ну ладно прочитаю для вас блять ну прочитаю для вас наху что такое сус парк я владею ладно а теперь отправляйся теперь отправляйтесь туда и зарабатываете мне немного чертовых денег ты думаешь бог здесь все контролирует я все контролирую я контролируюсь я контролирую с 50-х годов если ты не заметил я отомщу вы все муравьи а я ваш разрушитель вы должны носить кольца чистоты потому что так мы можем продавать маленьким маленьким девочкам видите ли если мы сделаем плакат из изображения маленьких девочек тянущихся за вашим прохлом тогда вам придется носить кольца чистоты иначе компания не стоя будет выглядеть плохо ты блять не смеешь так со мной разговаривать ты маленький кусок дерьмо поднимайся блять поднимайся да тут подтверждается что микки просто оскорбляет свою же группу просто ни за что даже накрывая их матом ну либо это просто ошибка наших переводчиков и яндекса в том числе либо тут он реально говорил матом чтобы чтобы вы не делали без меня братья джонас ваша музыка отстой и вы это знаете потому что а то потому что от вас это потому что от вас у маленьких девочек щекочет и когда шинсики маленьких девочек щекочет я заработаю деньги и это потому что маленькие девочки чертовски глупы да ты вообще он такое чувство как будто это фильмная версия микки мауса господи боже я блять снова снова раскрываю господи полное ничего так ладно я десятилетиями зарабатывал миллиарды даже на невежестве на невежестве христиан ха-ха не знаете почему потому что христиане отсталые они верят в говорящего мертвеца ха-ха-ха если что все христиане я ничего не говорю про оскорбление я как бы тоже христианин так что не берите в голову мы эту мышь побрем нафиг да пацаны ну да да ёма ну конечно ладно буду и дальше озвучивать на этот раз ты не разрушишь мои планы 3 3 воркс ха-ха-ха какая еще сделка с китаем теперь вся эта херня принадлежит мне я владею звездой смерти я владею татуином это все моё ха-ха так ублюдки где недостающие бюлете почему бы тебе просто не сказать мне идея недостающие бюллетены это сделать твою смерть намного менее болезненной ну тогда почему ты просто не пришел ко мне в первую очередь если ты хочешь сниматься следующих 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 фильмах по star wars я твой пацан ладно теперь поговорим о мелочах господи внешне аж противно стала говорить его голосом нафигу ладно микки маус призван выяснить корпоративизм корпоративизм коррупцию и недостатки реальной ком реальной компании реальной компании олта диснея своими попытками купить звездные войны и владения множеством других товаров попытками продать попытками продать в виде колец чистоты и своими попытками получить прибыль от бизнеса с китаем не заботись о поступках китайского китайского правительство в отличие от других персонажей микки маус di в отличие от других персонажей микки маус действительно действительно двигает ногами когда ходит по и когда иху когда ходят ну да поскольку Микки Мауса в соус парке легче анимировать в отличии от всех остальных персонажей соус парка ну вы бы посмотрели на его бы вид он собака просто мышь и нафиг ладно по иронии судьбы Микки Маус конкурировал с Китаем за контроль над Китаем в фильме в эпизоде Победы Обамы прежде чем работать с ними в серии группа в Китае несмотря на то что недостающие бюллетены были уничтожены Микки Маус и Дисней все равно позже возьмут контроль над Звездной вой над Стар Ворс поскольку персонажи Стар Ворс работают на его на него в эпизоде группа в Китае и он продюсирует Мандалор и он продюсирует сериал Мандалорец как показано в специальном выпуске пандемии скорее всего это продолжение реальной жизни в которой Дисней явно получил права на Стар Ворс Ладно ребят на этом мы и закончим нашу историю учитывая то что вы услышали учитывая то что вы сейчас услышали Микки в соус парке это чертово чистое зло воплоти которое не желает ни с кем церемониться манипулирующей Микки в этом сериале манипулирующей манипулятивной жестокий золой беспощадный беспощадный коррупцій и коррумпированным и коррумпированный мышонок который просто хочет нажиться который просто хочет нажиться на своих произведениях И ничего более А на сам Соус Парк Он Он откладывал большой хрен Он просто хочет подняться В богатейшей Анимационной индустрии Как можно больше Не заботясь при этом О других людях Из-за чего я и делаю вывод Что он то еще чистое зло Ладно ребят На этом мы и закончим Если вам понравилось это видео Ставьте лайки И подписывайтесь на мой канал И не забывайте Нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать мои новые видосы Пока